День с толком Год спустя стало известно, почему обрушился трап в Барнаульском аэропорту. Восстановить парк и спасти скверы. В Барнауле планируют провести сразу два пикета в защиту зеленых зон. Они встретились на съемках репортажа. Продолжаем серию сюжетов ко дню всех влюбленных. Несвоевременное обслуживание стало причиной обрушения трапа в Барнаульском аэропорту в феврале 2019-го. Таков вердикт следователей. Стоим в центре этой площадки, она чуть-чуть проседает и резко опускается вниз. Я каким-то образом так расперся, все люди упали вниз. Напомним, происшествие произошло при посадке. Корзина трапа провалилась и шестеро пассажиров упали с высоты нескольких метров. Четверых госпитализировали. Следователи считали, что трап упал из-за коррозии металла. Это длительный процесс, значит техобслуживание проводили несвоевременно. И инцидента можно было избежать. К слову, в самом аэропорте предварительной версией ЧП называли разрушение узловых конструкций на трапе и связывали это с износом деталей. Тогда все трапы этой конструкции перестали использовать, а руководство заверяло, что трапы проходят регулярные осмотры. Следователи направили уголовное дело в суд. Нужна совместная позиция судебной и исполнительной власти. Такое заявление сделал губернатор Виктор Томенко, комментируя ситуацию вокруг Холидея. Глава региона встретился с представителями арбитражного суда, а с его представителем Борисом Долгалевым речь шла в целом о взаимодействии судебной системы и краевого правительства. Виктор Томенко настаивал на необходимости информационного админа структур, особенно при рассмотрении социально значимых дел. К таким губернатор отнес и разбирательство вокруг Холидея. Крупная торговая сеть настаивает на возмещении ей миллиардов рублей от предпринимателей, причем за уже осуществленные поставки. По делам резонансным действительно надо советоваться, нисколько не давя на мнение судей и судебного сообщества. Но все-таки по таким историям, как вокруг компании Холидей, возможно сформировать определенную совместную позицию судебной и исполнительной власти. Подобные вещи затрагивают интересы большого количества активных людей, наших предпринимателей. Мы же заинтересованы в том, чтобы они, ведя свое дело, понимали, что есть правила, они понятны и прозрачны. Сразу два пикета в защиту зеленых зон пройдут в Барнауле. Общественники выйдут на улицы города с требованием восстановить парк имени Ленина и спасти сквер Агу от застройки. Протест в защиту парка пройдет 15 февраля, акция согласована с городской мэрией. Напомним, эту зеленую зону хотели отдать под строительство спортивного комплекса. После того, как общественники и жители города высказались против, Минспорт от площадки отказался. Тем не менее, парк находится в запущенном состоянии и нуждается в восстановлении. На пикете общественники планируют собрать подписи в его поддержку и направить письмо губернатору. Пикет в защиту сквера напротив Агу запланирован на 19 число. Акция пока не согласована. Общественники опасаются, что мэрия откажет в акции. Инвалидам нужно жилье. С таким призывом выступили барнаульские родители детей-инвалидов. Всего 90 семей. Они создали петицию с требованием пересмотреть закон о соцзащите. Сейчас в квартире вне очереди таким семьям предоставляют только при статусе малоимущий. Получить его практически нереально. У всех требует статус малоимущий. Нам надо, чтобы они поправку сделали, чтобы убрали этот статус малоимущих детей-инвалидов. С других-то не требует статус малоимущих, а только с одних детей-инвалидов. Еще и пенсию считают доходом. Как эта пенсия может быть доходом-то? Пенсия по инвалидности мешает получить статус малоимущий и семье Василия. У его сына осложненное ДЦП. Ребенок не может самостоятельно глотать. Он нуждается в постоянном присмотре. Десятки процедур и тренировок, для которых нет места в съемной комнате. Семья и дальше будет пытаться получить заветный статус, а еще пробивать поправки в Госдуму. Сейчас петицию подписало 187 человек. Родители детей-инвалидов надеются вывести ее на всероссийский уровень. Сотрудники полиции задержали барнаульца, которого подозревают в попытке сбыта и хранения наркотиков. Парень 23 лет попался оперативником в селе Власиха. По версии, в этот момент злоумышленник закладывал очередную партию наркотических средств в лесном массиве. Сотрудники полиции обнаружили в снегу несколько свертков с марихуаной. Также при себе у парня находилось 40 граммов экстази. Еще более 400 граммов наркотического вещества правоохранители обнаружили на съемной квартире барнаульца. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 228 Прим. 1 Уголовного кодекса РФ. По этой статье парню грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу. Известно, что ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мы продолжаем серию репортажей ко дню всех влюбленных. Сегодняшний выпуск для нас особенный. А все потому, что один из его героев – наш бывший коллега. Свою любовь он встретил на съемках. Со счастливой парой Янкиных встретился Илья Кочетков. Сегодня с вами поговорим о том, что такое дружба, что такое любовь и что такое толерантность. И как все вот эти качества могут тужиться в одном человеке. Татьяна Янкина – учитель истории в селе Ганьба. 8 лет назад она работала в небольшой сельской школе. Алексей тогда был корреспондентом нашей телекомпании. И однажды получил задание. Наступило задание от редакторов. Говорит, редактор, значит, в одном из сел Топчихинского района появился молодой педагог. Педагог этот выиграл грант и съезди к этой в это село и расскажи об этом педагоге. Вот этот самый материал. Алексей признается, когда делал сюжет о будущей супруге, съемочный процесс проходил в школе и дома. На рабочем месте впечатление не произвела. А вот когда увидел ее в быту, в груди что-то екнуло. А вот Татьяна говорит, Алексей понравился сразу. Мой собеседник мне показался очень интересным, таким живым. Но еще и очень скромным. Потому что он как-то осторожно задавал каждый вопрос. И вот, наверное, его скромность, ну и интеллектуальность, она меня, наверное, и поразила. Они и семья уже восьмой год. Смеются, более разных людей представить сложно. Фильмы нравятся разные, темпераменты разные. Почему мы не одинаковые? Так потому что, наверное, и Бог нас и создал такими неодинаковыми, чтобы нам было интересно вместе. Есть то, что объединяет их на сто процентов – любовь к путешествиям. Несколько лет назад они взяли за правило время от времени отправляться туда, где еще не были. И нам нравится именно палаточный отдых. Вот это тоже наша традиция. Мы не едем ни на какую-то базу там, а вот именно дикий такой туризм. Это очень нас ближает. Объехали почти всю республику Алтай, весь Алтайский край и понемногу изучают другие регионы. Признаются, одна из самых больших ценностей в жизни – открывать новые места, знакомиться с новыми людьми. И делать это, уверены они, лучше всего вместе. Пелия Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд узнаете о погоде. Спонсор прогноза – компания ЭВЛАР. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...